Здравствуйте, друзья! И давайте, пожалуй, начнем с приятного, потому что по обмену из вражеского плена домой вернулось еще 126 наших защитников и 4 наших защитницы. Витаю, друзья, с повернением на родную землю и не звертайте увагу на то, что цей блок российскую мову нам просто необходимо дещо доносить на той биг. Вообще, благодаря слаженной работе специалистов координационного штаба по вопросам обращения с военно-пленными, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину нам удалось вернуть домой уже 1993 человека, как военных, так и гражданских. И, снова же таки, вертаюсь к украинцам, которые шукают свою людину, которая уничтожила без вести или, возможно, попала в полон. Вам необходимо вертаться именно к координационного штаба, который вы видите сейчас на своих экранах. Они владеют полную информацию, они занимаются самым этим. И вертаться вам необходимо до них, а никак не до меня. Менше с тем, я думаю, что благодаря работе специалистов координационного штаба и нашей с вами скромной помощи, мы, безусловно, вернем домой всех наших людей. Слава Украине! Героям слава! Также я хотел бы кратко ответить на комментарии некоторых российских и пророссийских граждан, которые пишут мне под видео, что, мол, наши тоже делают такие интервью, это все спектакль, постановка. Понимаете, в чем дело? Если кто-то не может отличить оригинал от подделки, это, в общем-то, его проблемы. Но я могу вам помочь, если вы в состоянии вообще, да, хоть что-то видеть. Я вот нашел несколько российских каналов, которые делали интервью с нашими пленными. Зачитаю вам их название и количество видео. Канал Инцидент 14 видео, канал Общественная Палата РФ, это гениальное название, 7 видео, Звезда Ньюз 2 видео, Денис Селезнев 1 видео, Диана Панченко 1 видео. Может быть, есть еще 5 каналов, кроме этих 5, да, и видео, может быть, не 25, как здесь в общей сложности, а может их в общей сложности 50. Я не знаю, но обратите внимание, только на нашем одном канале их более полтысячи. Давайте зададимся в таком случае вопросом, почему так? Почему у них их так мало? Их допустили делать эти видео? Допустили. Могут делать? Могут. Зрители у них смотрят эти видео? Да, смотрят. Но многие из этих каналов просто и поднялись за счет этих видео. Соответственно, им, как журналистам, интересно их делать? Почему же мало? Почему же так мало? Ну, видимо, потому что сложновато подготовить человека, подготовить нашего пленного к таким видео. Его, во-первых, нужно найти, который скажет все так, как выгодно их проводить. Пропаганде. Потом его еще нужно недели две готовить к тому, чтобы он сказал так, как выгодно их пропаганде. Ну, отсюда и количество. Ребят, ну, ничего сложного абсолютно. Я уже многократно говорил, как у нас это происходит. Мы приходим, говорим, там, где пленные, говорим, ведите нам пленных. Нам привели человека, мы будешь говорить, да, буду. Не будешь говорить, до свидания, ведите следующего. И так мы можем за день 5, 6, 7 человек опросить. Никакой сложности в этом для нас нет. Нет, просто потому что мы знаем, что за нами правда. А правду, как известно, горить легко и приятно. И мы задаем фундаментальный вопрос. Что ты здесь делаешь? Зачем ты сюда пришел? Мы же тебя не звали. Мы здесь жили спокойно. Зачем ты к нам пришел? И от этого строится наш разговор. То есть, готовить его не нужно. А им, ну, очевидно, нужно это делать очень долго. Отсюда и наигранность, понимаете? О которой, кстати, тоже говорят, пишут. Так вы посмотрите наше видео. У нас они и смеются на этих видео, и плачут на этих видео, и бывают замкнутыми, да, потому что они замкнутые по жизни, как люди. А бывают и вполне открытыми и откровенными, потому что они такие. У них же на этих видео, они все, знаете, как под копирку. Как под копирку? Как заучили эти вопросы и ответы, так они эти вопросы задают, и так они эти ответы и получают. Так что, нет, это совершенно не одно и то же. И я уже даже не хочу говорить о этих интервьюерах, да. Я так объяснил просто в общих чертах, почему это совершенно разные вещи. Почему оригинал не равно подделка. Далее, снова обращаюсь к украинцам, потому что это видео я хотел, на самом деле, выпустить уже несколько дней назад. Но как раз вот к моменту, когда я его записал, появилось видео, где расисты снова расстреляли нашего человека. Почему я говорю снова нашего военного, нашего героя. Почему я говорю снова, потому что уже несколько таких видео было. И эти видео время от времени вбрасываются. Зачем они вбрасываются? Рашистам нужно сделать так, чтобы эта война превратилась в мясорубку без всяких правил. Потому что они свое мясо не жалеют. Они не жалеют ни своих, ни чужих. Я думаю, это для вас не секрет. И хотят бросать его в топку максимально много. И вот в этой войне они знают, что они победят. Потому что если начнется война с мясом, то у них, еще раз говорю, у них его много. И они его не жалеют. И их мясо, они его будут набирать, мобилизовать. Оно будет идти, они его будут мобилизовать. Оно будет идти. Потому что это тупые рабы. Они не понимают, куда и зачем, и с какой целью. Но они идут. Поэтому нам этого допустить нельзя. И в то же самое время люди мне начали писать в комментариях, что всех расстрелять. Расстреливать всех пленных. Ну, я пишу пост о том, что, ребят, а на кого мы будем менять наших в таком случае? На вас, что ли? Или вам плевать на них в плену? Или вам вообще, вы не думаете, да? Или может вы вообще агенты ФСБ? Потому что, безусловно, агенты ФСБ могут писать такие, или там каких-то российских спецслужб могут писать такие комментарии. Потому что, еще раз говорю, им это выгодно. Им выгодно вызвать неконтролируемую агрессию. Чтобы война превратилась просто в полную мясорубку. Чтобы мы никого из их не брали в плен. Потому что потом этот человек попадает к нам на интервью. И сцепится вся их пропаганда о каких-то там русских витязях, которые знают, что они делают. Эта пропаганда вообще превращается в ничто на наших интервью. Потому что на наших интервью, мы когда разговариваем с этим человеком, который сюда пришел, он-то уже понимает в этот момент, до него уже доходит. Мне здесь делать вообще нечего. Я жить хочу. Я хочу жить. У меня есть семья, у меня есть дом. Мне надо быть дома, мне надо быть со своей семьей. Что я здесь забыл? Он это все понимает прекрасно. И вся российская пропаганда рушится. Более того, мы еще звоним их людям. Мне пишут, не давать им звонить. Да вы понимаете вообще, зачем мы это делаем? Нам нужно, чтобы эта мама, жена пошла туда в военкомат и начала доказывать, что ее родственник в плену. И требовать его забрать. Ну как же вы до сих пор-то этого не поняли? И таким образом, когда они запрашивают своих, мы запрашиваем своих и забираем их домой. Как же вы до сих пор этого не поняли? Ребята, стыдно. Стыдно писать то, что вы пишете, честное слово. Ну, правда. И когда я написал этот пост о том, что на кого менять будем, на вас или на кого, и мне отвечают, у нас эмоции, а у меня не эмоции. Мы делаем все то, что мы делаем, и мы еще должны, я еще должен вас успокаивать в комментариях и в личных сообщениях, которыми вы мне засыпали личку. Ну, серьезно. Ну, я же не успокоительный. Я могу и нахрен послать совершенно спокойно, потому что просто задалбывает, когда мы год над этим работаем, вы до сих пор не поняли зачем. Мы, да, мы делаем эти интервью, да, мы даем им звонить, да, мы даем им курить. Ну, так пойдите вы сделайте, я посмотрю, как вы себя будете вести. Зачем вы можете только, почему вы можете только осуждать? Почему вы можете только претензии свои предъявлять? Мы делаем так, как мы делаем. Хорошо ли, плохо ли? Это работает. Мы работаем на пополнение обменного фонда, мы донатим нашим бойцам с помощью многих из вас, тех людей, которые понимают. Недавно попросил сброситься на дрон, люди за день оборвали карточку. Спасибо большое человеку, людям, приватбанку не очень спасибо за то, что заблокировали, потом разблокировали, все нормально, но я имею в виду, что помогаете, очень много помогаете. Все мы делаем то, что можем, но все время находятся те, которые расстрелять всех, менять на кого будем расстрелять всех. А зачем курить, а зачем курить даете, а зачем звонить даете? Да вы посмотрите наше видео внимательно, подумайте, включите голову наконец-то. Мы сотрудничаем с Хочу Жить, постоянно продвигаем этот проект, в конце каждого видео у нас ссылка. И чтобы россияне могли сдаться, и они сдаются, и правильно делают. Я сейчас все эти данные здесь покажу, потому что еще раз говорю, я это видео готовил несколько дней назад, но вышло видео, где нашего расстреляли. И я понял, что в этот момент показывать видео про посылки и про звонки, которые мы им предоставляем в лагере для военнопленных, ну никак нельзя, потому что люди просто разорвут в комментариях. Ну мы цивилизованные, цивилизованная страна, мы им даем возможность совершать официальные эти звонки по IP-телефонии и получать посылки. Ну мы не они, понимаете. И нам помогает весь цивилизованный мир именно потому, что мы не они. И мы должны вести себя не так, как они. Потому что, ну, во-первых, мы стремимся к нормальным стандартам цивилизационным, а во-вторых, мы же воюем как раз за то, чтобы быть собой, а не такими, как они. И поэтому, да, и вы сейчас посмотрите, как пленные российские получают посылки в лагере и звонят домой. Я знаю, что многим из вас это не понравится, потому что о судьбе наших в России мы ничего не знаем. И да, о каких-то посылках или звонках домой официальных, да, не на картинку официальных, там речи не идет. Но мы не они. Поэтому смотрите посылки, потом я расскажу несколько деталей о том, как они их получают, потом звонки, ну и так далее. Поисковый полонейный Карпов Александр Евгеньевич. Я, конечно, не знаю, что вам пришло в процессе, кто их был. Был на телефонных разговорах, звонил до мамы, сестры, и они через волонтеров прислали посылку. Тут посылки, что есть недозволено, мы вам залишаем. Если дозволено, то вы его выдаем раз. Заразумно. Заразумно. Да. Продолжение следует... 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 А мать посылку послала? Я не знаю, она во время собиралась. Она там четыре деньги получила. А она на заводе что-то капает? Нет, не капает. До ноября капала до половины. А Женя дома? Ты как? Нормально. А ты узнавала за меня? Мать очень где-то. Что же счастье у вас? Мы нормально. Звонил мне твой парик. Ну и что? Понял. Привет тебе передавал. Рассказал. Все, ну они разговаривали. За видео со звонками я благодарю Люба Мира Ференса. Ссылочка на него в закрепленном комментарии. На его канал Львивские медиа. Они тоже разговаривают с пленными прямо там в лагере. И он мне отправил вот эти вот два звоночка. Хотя, как вы понимаете, они там происходят целыми днями. Целыми днями в выходные дни. А в обычные дни у них есть распорядок дня, рабочее время. И в нерабочее время они приходят, выстраиваются в очередь и звонят домой. В специально оборудованной комнате, где специально сотрудник лагеря предоставляет им такую возможность. Что касается распорядка на лагере, подъем, отбой, питание и всего прочего. Вы можете это посмотреть в нашем видео, которое мы записали 7 месяцев назад. А вот несколько месяцев назад добавились еще две опции. Официально. Со звонками домой и с посылками. Также я хотел бы обратить ваше внимание на свежую инфографику проекта «Хочу жить». Согласно этой инфографике, на данный момент уже 9836 военных из России и временно оккупированных территорий обратились за помощью к представителям этого проекта. Я напомню, что проект «Хочу жить» был создан как раз для того, чтобы военнослужащие или просто мобилизованные граждане России или временно оккупированных территорий, которые не хотят воевать, которые насильно были посланы на эту войну московским режимом, могли обратиться и при первой же возможности спокойно сдаться в плен, никого не убивая и не погибнув самостоятельно. То есть сохранить свою жизнь. Их скорректируют, им помогут, им подскажут как это сделать лучше. И никто и никогда не передаст российской стороне информацию о том, что они сдались в плен самостоятельно. В результате они просто пробудут в украинском лагере и пойдут на обмен, ровно как и все остальные военнослужащие РФ, которые попали в плен во время боевых действий. Все контакты данного проекта на ваших экранах. Также в конце каждого нашего видео с интервью с военнопленными вы видите QR-код, по которому можно перейти и задекларировать свое желание, сохранить свою жизнь и не участвовать в этой бессмысленной войне. При этом нужно отметить, что попадая в плен, вы не только получаете полноценное трехразовое питание, как показано на инфографике, но и возможность работать и зарабатывать, и тратить эти деньги прямо на месте, на сигареты или на еду. По вашему усмотрению. Нельзя не обратить внимание также и на тот факт, что большинство обращений к проекту «Хочу жить», как и большинство переходов на сайт, идут из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. В общем, вы это все видите на своих экранах, и мне правда не хочется выделять никого отдельно, но складывается впечатление, что для тех же бурятов или тувинцев намного проще пойти и погибнуть в совершенно бессмысленной для них войне, нежели обратиться к проекту «Хочу жить», который специально создан для того, чтобы спасти их жизни. И я уверяю вас, что уже очень многие, обратившиеся к этому проекту, совершенно спокойно вернулись по обмену домой. Никого не убили, никого не ранили, сами целые и сохранили свои жизни. И да, в лагере для военно-пленных за правами военно-пленных наблюдают международные организации, такие как Международный Красный Крест, которые имеют свободный доступ в этот лагерь. Те самые организации, которые разводят руками, когда их спрашивают о наших пленных в России. Они разводят руками и говорят, но нас не пустили, нас не допустили, мы не располагаем никакой информации. Да, это проблема, над ней тоже работают, но вы должны понимать, что мы не они. Мы воюем с Ордой, но мы не Орда, и мы не должны им уподобляться. И еще раз хочу обратиться к российским военным, которых сюда отправляют. Вы прекрасно знаете, что вас отправляют сюда на мясо. Вы прекрасно знаете, что вас там ни во что не ставят. И когда мы с вами разговариваем на этих интервью, вы сами прекрасно понимаете, что у вас есть своя жизнь, свои семьи, свои дома, и вам нужно заниматься этим. Вам, вас сюда отправили даже не потрудившись объяснить вам зачем. Вам там рассказывали, рассказывали про тех же восемь лет, да так ничего и не рассказали, потому что, как оказывается, реально вы про них ничего не знаете. Перейдите по ссылке под этим видео и ознакомьтесь, потому что вам врали. А врали вам для того, чтобы вас использовать. Только когда вы здесь, вся эта пропаганда рассыпается. Потому что, на самом деле, у вас есть своя жизнь, которая имеет, как оказывается, для вас ценность. У вас есть свои семьи, которые имеют для вас ценность. Так живите, занимайтесь своими семьями. И не нужно просто сюда ходить. Ну а если уже приходится, если уже насильно действительно отправляют и других вариантов нет. Но воспользуйтесь, обратитесь к хочу жить, вас координируют. И вы сохраните свою жизнь и никого не убьете при этом. Огромное спасибо за просмотр. Также хочу сказать, что мы создали чат-бот в Телеграме. Ссылочку оставляю. Вы можете перейти туда и почитать о нашей деятельности. О том, чем мы занимаемся и зачем мы этим занимаемся. А также о том, чем мы никогда не занимались. Я здесь уже говорил несколько слов об этом. Но дело в том, что люди продолжают обращаться к нам по вопросам, в которых мы некомпетентны. Соответственно, тратите свое время и наше время. Это не имеет никакого смысла. Также там можно почитать о претензиях ко мне. Которые в последнее время посыпались как из рога изобилия. У нас есть, знаете, некоторые политические секты или группы по интересам. В которых лидеры мнений по интересам рассказывают всякую чепуху и бред. И эти вот сектанты, они потом ходят и разносят эту чепуху и бред. Разносят по комментариям. Есть у них также специальные бета-фермы, которые этим занимаются. У меня, естественно, нет времени этим заниматься. И оправдываться мне не за что. И это абсолютно не оправдание. Но просто люди, которые нам помогают, в том числе донатят на обменный фонд. Я слишком дорожу и этими людьми, и тем, что мы занимаемся. Чтобы какие-то сектанты могли бросить тень на то, чем мы занимаемся. И какие-то люди, которые нам помогают, они могут где-то прочитать какой-то пасквиль, что-то там вырванное из контекста, переставленное, перекрученное. И задуматься, что что-то тут не так. Так вот, если вы хотите знать, что это и как, да, полную картину событий, то я собрал все эти претензии и дал на них, по каждой из них, ответы. Аргументированные с фактами. И вы можете почитать об этом в этом чат-боте. Также прошу вас подписываться на канал Дмитрия Карпенко. На канал Дмитро Карпенко. Также ссылочка в закрепленном комментарии. Мы создали этот канал как запасной. Потому что на этот наш канал, на основной, постоянно сыпятся жалобы. Ну, расисты, они что могут? Они могут только бегать и стучать. Больше у них ничего не получается. Ну и здесь у них ничего не получится. Безусловно, просто подписывайтесь на этот канал. Скоро у нас там тоже, я думаю, выйдут новые видео и новые интервью. Разом до перемоги, друзья. Все будет добре. Слава Украине!